Разбивка портфеля. 18% – это золото, а остальное – это, соответственно, акции. То есть, данная доходность в районе 26%, она в том числе за счет того, что 20% портфеля находится в защитных инструментах. То есть, это даже не пруф, не аллокация на фондовый рынок. Разбивка по компаниям. Здесь процентной развесовки нет, но каждый из моих детей является акционером Сургутнефтегаза, Магнита, Яндекса, ФСК, Системы, Мосбиржи, ТГК-1, Газпрома, Дальневосточное морское пароходство, Нижнекамскнефтехим, Росагра, Россети, Юнепрон. Это список компаний, акционерами которых коммерческих коров, то есть, стадо коммерческих коров каждого из моих детей, которые удовлетворяют тем требованиям, про которые я рассказал, когда описывал концепции, на которых базируется система. Разбивка по секторам экономики выглядит таким образом, то есть, как она сейчас представлена. Если говорить про качество управления портфелем, то есть, с момента старта 1 октября 2018 года среднегодовая доходность портфеля составляет 27%. Если бы вы просто покупали индекс, я вам показывал, да, просто индекс ММВБ, который на 20-летнем промежутке обыгрывает любую альтернативу, то пока доходность портфеля, основанного на тех концепциях, которые я вам изложил, переигрывает, ну то есть, если бы вы инвестировали в индекс, доходность была бы 7,7% в рублях. Это тоже неплохо, в любом случае лучше инфляции практически в 2 раза. На 30% его больше, чем средняя ставка по банковским депозитам. Но доходность портфеля составляет 26,8%. 28 практически. Почти в 4 раза более эффективна, нежели чем доходность индекса. Опять же, это не голословные утверждения, это то, что я могу подтвердить своими отчетами. Ну и вот структура прибыли. Опять, я не говорю, что это идеально, что это какая-то линейная доходность. Можно видеть, что в ноль падала стоимость портфеля в марте 2020 года, то есть он тоже подвергается коррекциям, но чувствует себя более стабильным на просадке. И доходность портфеля по месяцам. То есть, опять-таки, каждый месяц с момента формирования портфеля можно видеть, что есть и убыточные месяцы. Вот он февраль, вот он март убыточный, вот он октябрь, коррекция, которая пришлась. Да, все не гладко, риски присутствуют. Но, тем не менее, следующие периоды, ну, то есть они покрывают эти убытки. Ну, опять пример с личного кабинета, что это не голословные утверждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова